В Наринмаре начал работу Институт прикладного права. Это уникальная площадка, на которой школьники и студенты получат основы права для решения различных жизненных ситуаций. Институт прикладного права – это первая часть большого просвидетельского проекта, уполномоченного по правам человека в Ненецком округе, Арктическая школа права. Главная цель проекта – формирование юридической грамотности среди молодежи и активной гражданской позиции. Большой проект приурочен к десятилетию Института уполномоченных. На торжественное открытие Института прикладного права пришло рекордное количество школьников и студентов. Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Сверидова уверена, сегодня в обществе есть востребованность на базовые правовые знания. Часть новоиспеченных студентов Института – активные участники клубов «Мой выбор», которые действуют сегодня в образовательных учреждениях. Эти ребята знают наверняка – правовые основы должны стать неотъемлемой компетенцией каждого. Каждый человек должен знать, куда обратиться и что может требовать. Самое главное, что молодежь должна усвоить по окончании Института – это то, что любую проблему можно решить правовым способом, уверена Лариса Сверидова. Часто молодежь сталкивается с тем, что в жизни возникают ситуации, которые, конечно же, требуют правовых знаний. И иногда эти знания, они не могут быть подчеркнуты в образовательном учреждении, либо в жизни, либо в семье. Поэтому на сегодня мы поставили перед собой амбициозную задачу, поставили перед собой цель именно при помощи лекций и практических занятий дать им основы именно правовые, дать молодежи те компетенции, с которыми они, в принципе, должны пойти дальше в жизнь, их применять успешно. Занятия в Институте прикладного права разделятся на два блока. Первый уже стартовал и продлится до 27 ноября текущего года. За этот период ребята изучат право с теоретической и практической стороны. Своими знаниями с учащейся молодежью поделятся представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, банковской системы и предпринимательства, здравоохранения, правоохранительных и судебных органов. Одним из лекторов Института прикладного права стала Виктория Стеля, старший помощник прокурора Неницкого автономного округа. Те знания, которые мы будем сегодня им давать, они будут применимы в обычной жизни, потому что они будут знать, что такое прокуратура, чем она занимается, по каким вопросам они могут написать обращение, по каким вопросам мы даем разъяснение законодательства, каким образом мы защищаем в том числе права субъектов предпринимательской деятельности. Практические занятия ребята проведут в Дворце правосудия. Опыт организации модельных судебных слушаний для школьников и студентов уже есть. Второй этап обучения пройдет с января по февраль 2018-го. Ребята дополнительно изучат избирательное право, о применении которого расскажут члены избирательной комиссии Неницкого округа. Учебные занятия будут проходить во вторник, четверг и субботу на базе библиотеки имени Печкова и Неницкого краеведческого музея. По оценкам организаторов, служителями станут более 60 человек.